Приветствую вас. Существует такое понятие, как невроз выходного дня. Это такое состояние, когда человек в выходной день не знает, чем заниматься, не знает, что ему делать, не очень понимает, что ему делать. Вот. И, в общем-то, если это про вас, если это действительно история про вас, то мне думается, что, ну, в первую очередь, наверное, стоит обратить внимание на эти вещи. То есть, понимаете, супчик сварить и постирать, это, на самом деле, не совсем для вас. То есть вы, я уверен, отдаете себе в этот маршрут. Что, вот, тот факт, что вы постирали, и тот факт, что вы сварили супчик, это, вы это сделали, скорее всего, не для себя. А вот, что вы сделали для себя, что вы могли бы сделать для себя, что бы вы хотели сделать для себя, это вопрос. Накопоры вам, на мой взгляд, и нужно дать себе ответ. То есть проблема в том, что вы, как бы, возможно, я не говорю, что это действительно так сейчас, но вы, возможно, себе, сами не принадлежите. То есть в этом проблема основная не заключается, в том, что вы сами, сами себе не принадлежите. Вы не знаете, ради чего смысл, какой цель, какая, да, как вот мой коллега сказал. Вам, вот это важно, на самом деле. Вот примерно так. Вообще, если у вас некомфортное состояние, это психологическое, если у вас некомфортное психологическое состояние, то имеет смысл, на мой взгляд, да, на мой взгляд, имеет смысл сначала подумать, ну, подумать, определить, почему. Почему, почему у вас не очень, ну, не очень хорошее психологическое состояние. Вследствие чего, оно у вас такое. То есть его, может быть, эм, что-то испортило, ну, вот это состояние, ээээ, ваше самочувствие. Может быть, его, эм, что-то испортило, может быть, что, что-то, эээ, на него, эээ, повлияло. Вот. Понимаете? То есть, вот это вот, ээээ, то, что нужно исследовать. На, на мой взгляд. На, на мой взгляд. На мой, на мой взгляд. Если с этим разобраться, с причиной вашего дискомфорта, которые, ээээ, которые никак, я вас уверяю, не связаны с тем, что вы, там, что-то постирали, или, там, не знаю, что вы, ээээ, что-то сделали, да, вот я вас уверяю, как бы, дело не в этом. Абсолютно. Если разобраться, с этими аспектами, что, вам же, самой будет, ээээ, вероятно, лучше. Вот. Вероятно. Вероятно. Вам, самой, будет, лучше. А вот, в принципе, ээээ, то, то, что, эээ, можно, вам, наверное, сказать. Потому что, ну, пока, что, эээ, слишком, слишком, слишком мало. Эээ, информация о вас, ээээ, ее, ее, вообще, практически нет. А, в индивидуальной психологии, в профессиональной психологии, ээээ, все очень персонально, эээ, сугубо персонально. То есть, я хочу, сказать, что нет каких-то, таких, ну, универсальных решений, которые, могли бы, дать вам, рецепт, того, как, вам, например, действовать, и, что вам, например, делать. Поэтому, если, ээээ, проблема вас, действительно волнует, да, если проблема вас, действительно, беспокоит, то лучше, конечно, будет вам, эээ, обратиться, эээ, индивидуально, эээ, к психологу, да, и, ээээ, поработать, вот, эээ, непосредственно, ээээ, ээээ, с ним, ээээ, ээээ, для решения, ну, для решения, ээээ, своей проблемы, которая, которая у вас, ээээ эээ, эээээ, возможно, возможно, не говорю Cash Юрьу обязательно, возможно, образовалась. Ээээ, и, соответственно, уже, эээээ, эээээ, с этим, ну, с этим уже, можно будет, тогда с этим уже можно будет что-то делать, тогда уже это можно будет корректировать. Пока это вот просто, вы обозначили проблему, что у вас нет психологического комфорта, что происходит это в преимущественном воскресенье, я предлагаю посмотреть, например, в интернете такую историю, такой момент, как, допустим, невроз выходного дня, ну, как вариант, как вариант. Ни в коем случае не хочу сказать, что это обязательно про вас история, вот, но кто знает. Да, то есть, как бы, не будем делать какие-то исключения, зараза. Вот, так можно вам ответить на ваш вопрос, который вы задаете, я надеюсь, что помог вам, хотя, безусловно, безусловно, очень мало информации, не удивлюсь, если, ну, если вы останетесь неудовлетворены моим ответом. Вот, ну, тут, простите. Вот, а я вам желаю всего самого доброго, если у вас остались дополнительные вопросы, обращайтесь, с радостью вам помогу. Вот, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи вам. Субтитры сделал DimaTorzok